И всем привет, ребят! С вами Сторвайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению нашего замечательного киберспорта. Сегодня выходит тот самый аналитический видеоматериал, который я должен был уже успеть записать чуточку пораньше, но как-то у меня руки не доходили. А сегодня у нас тот самый заветный день, когда уже начинается новый РМР-турнир, а именно третий Мейджор Ранкинг, который будет у нас последним перед Мажором. Сегодня обсудим команды, сделаю свои предикты, выскажу свою точку зрения на то, какие места займут команды. Ну и сделаю свой определенный прогноз. Если вы ждали этот видос, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч токкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике, установите его личный тег-тег-тепэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо турнира и интереса вокруг него, то он 100% повышенный, да, относительно второго РМРа и относительно первого РМРа. Все это, ну, наверное, складывается за счет того, что, во-первых, это последний РМР перед Мажером, во-вторых, это РМР, в котором разыгрывается кислота, а, как вы знаете, кислота на сегодняшний момент времени одна из самых, если не самая престижная краска в нашей игре. Поэтому здесь уже идет больше ажиотаж и большее количество игроков хочет побороться за эту краску. Что касаемо претендентов на 4-0, то в моем понимании на сегодняшний момент времени есть только лишь одна команда, которая с вероятностью, наверное, 95-97% должна забирать эту краску, да. Это команда Diamonds, и здесь нет, ну, наверное, никаких абсолютно вопросов. У них лучшее усиление, которое могло быть, усиление игроком, который на сегодняшний момент времени, наверное, является самым сильным игроком в нашей игре, это Holy Man. Ну и, по сути, даже если у них и были какие-то малейшие дыры, да, и были какие-то недостатки в игре, да, где было видно, что там кто-то что-то недоигрывает, то сейчас этих недостатков точно не должно быть, да. Поэтому я сказал бы, что это вот единственная команда, которая прям, ну, на верочку должна забирать 4-0 без никаких абсолютно проблем. Что касаемо других команд, на второй слот, в моем понимании, есть большое количество команд, по которым мы по ходу дела сейчас пройдемся, пройдемся по всем командам, ну, и я выскажу свое мнение, а вы в комментариях можете написать свои, например, предикты, да, кто угадает все 6 предиктов, получается, на 4-0 и на 4-1, получат от меня дополнительный приз в виде, ну, пусть будет 500 банкончиков, да, моей новой валютки. Что касаемо Тимпэ, это вот одна из тех команд, которая, ну, наверное, в моем понимании, может бороться спокойно за 4-0, да, ослабление с выходом Холлимэна будет чувствоваться, при этом есть замена Штарму в виде Браво, это именно вот этот вот замечательный никтейм Браво, это тот игрок, который играл вместе с командой в рамках мажора, ну, и плюс ко всему прочему приходят Блейм и Сэм Грант, два опытнейших игрока, которые, в моем понимании, должны усиливать команду, очень мне лично только жалко за Шторма, которого кикнули из команды, я, честно, там особо ничего не знаю, но, скорее всего, да, это просто кик, в связи с тем, что была возможность взять более сильного игрока, да, хотя Шторм, ну, в моем понимании старался, да, прогрессировал, понятное дело, что у него опыта было меньше, но, в любом случае, то, что его кикнули, сам факт, ну, для меня, наверное, выглядит грустновато, но это одна из тех команд, которая будет бороться за 4-0, да, я, ну, не знаю, какие тут шансы, предикты оставлять, просто здесь много реально в этом РМРе команд, которые будут бороться за 4-0, если в Даймонд я уверен, то во второй команде уверенности у меня 100% нету. Команда Флэш, команда, которая прошлый РМР-турнир закончила 3-4, проиграв как раз-таки Тимпе Джуниор в рамках ТКВ показали себя неплохо, но, как видите, в официалках у ребят нету, возможно, той концентрации, поэтому здесь, наверное, тот же самый результат в виде 3-4, 4-3 у них получится сделать, в принципе, по игрокам здесь есть интересные никнеймы, есть интересные игроки, поэтому они должны за эти позиции бороться, выходить на мажор и лутать свои заслуженные краски. Батл Аксесс одна из немногих команд, которая, ну, наверное, железобетонно 4-1 должна влетать, да, состав очень хороший по комплектации, да, это не супер старые Батл Аксессы, но, в любом случае, они показывают довольно-таки неплохую игру, поэтому я думаю, что 4-1, ну, максимум 4-2 ребята должны забирать с этого РМР-турнирчика. Даймондс мы прошли, Сали Рамун, это одна из команд, которая по ТП сольется, Вальтажи, новый обновленный состав без золотого, выглядит грустно, ну, думаю, что что-то вроде 3-4, 3-4 какой-нибудь, наверное, займут, мне, честно, состав не нравится, я особо в него не верю, ну, наверное, 3-4, 4-3 максималка при супер хорошей сетке эта команда может занять. Дальше, Дэнди, не знаю вообще, что это за команда, и она играла предыдущий РМР-турнир, но все в салат здесь слили, да, соответственно, в этом РМРе, я думаю, что ничего у ребят не поменяется. 7 Stars, одна из команд, которая также показывает очень хороший результат, которая, ну, наверное, должна влетать на 4-1, железобетонно, и стараться бороться даже за 4-0 с командами более сильными, в прошлом РМР-турнире они играли даже пенальти против Дейвенс, хоть они и сейчас стали более жесткими, к ним мы еще, как говорится, вернемся, но в любом случае 4-1 бороться, ребяточки должны, и стараться забирать свои определенные позиции перед мажором, я считаю, что вполне себе реально это делать. Дальше, команда Drillers, новый состав из англоязычных игроков, плюс 2 игрока, я так понимаю, которые английского особо не знают, это Nubest и Dany, в целом выглядит очень круто, мы тренировались с этой командой в рамках Team P Junior, да, и я могу сказать, что стак выглядит довольно-таки неплохо, да, то есть условно на 4-1 эта команда тоже может бороться, не знаю, будет ли они играть настолько же жестко на официальных матчах, как они играют на ТКВ, но если у них все будет плюс-минус в этом же духе получаться, то как раз-таки на 4-1, максимум 4-2 эта команда может залетать, при том, что у них один только РМР, а им очки нужны, да, чтобы залететь как раз-таки на мажор, если ребята не распадутся. Blue Line, еще одна команда, которая будет бороться за 4-0, предыдущий РМР показал, что они способны это сделать, при том, что они играли 2 или даже 3 пенальти раунда против Team P, которые не дали им шанса на заход в 4-0, со всеми другими командами проблем у них не было, все игры закончились 3-0 в салатницу, соответственно, команда очень жестко настроена и будет бороться за как раз-таки тот самый заветный 4-0, да, 4-1 бетон точно должна эта команда забирать, но шансы на 4-0 у них 100% есть, да, по результатам предыдущего РМРа, я, честно, был даже где-то в моменте поражен, да, игрой определенных игроков, да, тот же Ата показал себя просто великолепно, я офигел от того уровня игры его на Хантере, как он чувствует карту, как он чувствует моменты, и это вот один из немногих игроков, которые сейчас на Хантере показывают прям супер жесткую игру, ну, из тех, конечно, моментов, что я видел. Дальше, Андерволлит, команда Лешки Педального усиливается АЛВ, усиливается Диксоном, Сетсмайлом, и сейчас выглядит тоже реально на бумаге очень жестко, да, то есть если предыдущий РМР у них был еще такой плюс-минус составчик, то сейчас состав реально выглядит очень круто, и по моему субъективному мнению они тоже могут спокойно бороться за 4-0, да, не знаю, в какой они форме находятся, насколько они заряжены, но борьбу за 4-0 они навязывать точно должны, ну, крайняк 4-1 эта команда займет, да, а так я, конечно, тоже ставлю их на претендентов на 4-0. Дальше, 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 Бангладеш, это команда от ПТП сольется, РТБ, командочка, которая заняла 4-2 в предыдущем РМР турнире с довольно-таки, ну, наверное, я бы сказал, удачной сеткой для них, при том закрыли вольтажей в концовке на выходе в 4-2, что для них, я считаю, что это был очень хороший результат в целом, в рамках этого РМР турнира они будут тоже бороться за эти же самые позиции в виде 4-2, 4-3, где-то там около этого я и вижу эту команду, в принципе, они также формят очки РМРа для мажора. Команда Трикс, ну, довольно-таки молодая команда, я бы сказал, да, и здесь, ну, наверное, не будет каких-то супер больших ожиданий, 3-4, 2-4, я думаю, что что-то в этом духе у команды получится сделать, также лутают очки под как раз-таки мажорчик. Так, эта команда ТПшки получит, Мэджик У-21. Так, эта команда у нас получается, которая раньше называлась No Problems с определенными видоизменениями и усилениями. Думаю, что на 4-3, на 4-3, где-то условно на 3-4 борьбу тоже команда должна показывать. Посмотрим, последим. Артемочка Картисольчик влетел тоже в киберспортик, вернулся, да, поэтому будет тоже интересно посмотреть, что у ребят по итогу получится. Рубис, команда, не знаю, усилилась, не усилилась, по ощущениям, не усилилась. Да, предыдущие РМР они закончили со счетом 3-4, наверное, да, или 2-4, или 2-3-4. А, 3-4, наверное, да. Ну, в любом случае, где-то около этого уровня, я думаю, что они и будут в рамках этого РМР турнирчика. Эбер Альц, команда, которая меня, если честно, удивила своим достижением и результатом в рамках предыдущего РМР турнира, где они заняли позицию 4-2. В моем понимании, эта команда там не должна была находиться, но они сумели доказать обратное и с довольно-таки удачной сеткой залетели в 4-2. В рамках этого РМР оставлю их на 4-3. Ну, если вдруг повезет, может, опять на 4-2 сумеют влететь, побороться. Почему бы и нет. Хабиби. Так, это какая-то тоже новая молодая, так понимаю, команда. Может, даже играть не будет. Kings Warriors. Ребяточки с Лауриком, да. Да, с Лауриком врывают тоже на контактик. Предыдущий РМР тоже закончили 2-4-3-4. Не помню точно. А, не, они 4-3 закончили. Здесь у них галочка стоит, то вроде как это 4-3. Но, в принципе, неплохо. Молодцы. То есть, 3-4-4-3. Так же самое, где-то около этого уровня я эту команду ставлю. Аврора. Тоже довольно-таки неплохой стак. Готовый бороться за 4-2-4-3. Да, я думаю, что все шансы у этой команды тоже в этом плане. Здесь имеются. Девенс. Еще одна команда, которая усилилась супер жесткими игроками. И тем самым штормом, которого кикнули. Здесь и Зис появился, и Тропкилос, и Врукс. Надеюсь, что он будет играть в рамках этого РМР-турнира. А не просто посидит на ТКВшках. И потом забьет, как всегда. Команда, которая на бумаге тоже может бороться за 4-0. 4-1 железобетон. И борьбу за 4-0 они должны навязывать. Ну, наверное, это та команда, за которой мне даже тоже хочется последить. Посмотреть, как они себя будут показывать в рамках официалок. По ощущениям, могут показывать лютый контентик. В рамках именно этого РМР-турнира. Фэнтези. Команда Лобанч-Попского, против которой уже сегодня мы будем играть в рамках Тимпе Джуниор. Первый официальный матч. Думаю, что у Лобана есть все шансы влететь тоже в 4-3. Команда по никам выглядит неплохо. Как она будет выглядеть по уровню игры, сегодня я на себе это прочувствую. Ставлю на 4-3. Ну, если запотеют, ребята, может даже получится и на 4-2. Выйти, почему нет? Назови как хочешь. Не знаю, что это за команда. Тоже какая-то новая. Ну и не знаю даже, что здесь прогнозировать. По ощущениям, там 2-4 какие-нибудь, наверное, залетят. И то навряд ли. Так, ЛПУ. ЛПУ. Что за ЛПУ? В первый раз вижу тоже такой стак. Это тоже какие-то мульты, по ощущениям ПТП сольются. Хомис. Хомис. Миха 2. Опачки. А вот это уже матчмейкинговые плееры залетают. Блюеж еще тут что-то делает. Что за блюеж? Не понял. Это Виталькин никнейм куда-то стырил. Хомячки, короче, залетают на контентик. Будет интересно посмотреть за хомячками. Это чисто стак матчмейкинговых плееров, которые врывают в новый турнирчик. Посмотрим, какие результаты получится у них достичь. Ну, по сути, какие-нибудь 3-4 все-таки матчмейкинг-плееры могут, я думаю, что забирать, врывать. Ну и дальше там уже выходить на мажор и забирать свои первые краски. А что нет? Халява. Можно лутать. Камни. Тоже новая молодая команда. Против нее мы играли ТКВ. Если честно, мне особо сильно не понравилось. Все, что было в рамках ТКВ против них, думаю, что тоже где-нибудь 3-4 команда займет. Трипсайт. Одна из немногих команд, которая меня лично удивила. Это что-то вроде старых Саппора плюс вольтажей в виде Азербака и Золотого. Плюс к ним здесь еще в стак попал Снайп, который играл в Блудлайнах. Ну и вообще, в принципе, который играл там в Гвардиансах, если я не ошибаюсь. Но на уровне, чисто на уровне команды Назарульчика, которая может показать реальный уровень и борьбу за 4-1. Да, почему нет? Я думаю, что вот именно этот стак за 4-1 может показать борьбу. Другой вопрос, как они подойдут к официалкам. Будут ли они тильтовать из-за проигранных оффок? Будут ли они ругаться? Будут ли конфликтовать? Все-таки там довольно молодые ребята. И в целом я знаю, что в таких командах бывают такие моменты, когда они сталкиваются с какой-то повышенной активностью, ЧСВшностью. И начинают ругаться между собой. Если таких руганий не будет, то на 4-1, 4-2, коройняк эта команда должна залетать. Ну и последняя команда, которая есть пока что еще у нас в рамках тоже нового состава. Никита Аска, Emotion Тейкоку, Trinity Aslim Forever и Ник. Тоже новая команда, но по игрокам выглядит неплохо. И условно на 3-4, 4-3 я думаю, что тоже могут ребята залетать. Также у нас пока что еще не попало несколько команд на турнир, но они попадут. Это Dominance, которые также, на мой взгляд, на 3-4, 4-3 должны залетать. Где-то около этого Antisystem тоже 4-2, 4-3. Предыдущие РМР они вообще закончились 4-1, но, как по мне, состав, ну и на ТКВшке, по крайней мере, выглядел послабее. Может быть, оно как-то было не так, и на Овке они будут разрывать и уничтожать. Поэтому 4-2, 4-3, может даже со врывом на 4-1, если повезет, ребята сумеют ворвать. Ну и команда Duit, которая тоже, скорее всего, попадет на этот РМР-турнир. Тоже с обновленным составом. Правда, ну здесь, наверное, стак, ну такой, 50 на 50. Да, то есть Medellin, ну как бы здесь есть игроки интересные. Ed, FFF, Medellin, Forms, не знаю, кто вот это, но в целом тоже где-нибудь, наверное, 4-2, 4-3 ребята должны влетать. Пишите все свои мысли в комментариях к этому видеоролику, ставьте свои прогнозы, ставьте 2 команды на 4-1, угадывайте, прогнозируйте, пишите, с чем согласны, с чем не согласны. Будет интересно услышать вашу точку зрения. Но у меня получается на 4-0 железобетон только одна команда, со второй я даже, если честно, не определился. Здесь что Тимпе мне нравится, что Блудлайны мне нравится, что Андерволиды мне нравится, что Девенс мне нравится. Вот эти вот 4 команды, я считаю, что за второй слот на 4-0 будут показывать борьбу в рамках второго РМР, ой, второго или третьего РМР-турнира. Желаю всем удачи, ну и также обязательно поддержите видос лайком, если он вам понравился. Да, максимальная активность на него заставляет меня записывать подобного рода видосы с моим мнением и аналитикой на РМР-турниры. Также в этом ключе будет записан видеоролик, когда этот РМР подойдет к концу. В этот раз только постараюсь записать более быстро его, а не как было раньше, что я записал там уже после окончания турнира, когда прошла уже, наверное, неделя. Поэтому постараюсь более быстро в этом плане контентик ворвать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.